Практическая психология Педагогических наук. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы часто встречаете одаренных людей, детей? Конечно. Отлично. А как ваши дети? Вы их считаете одаренными? Да, я считаю своего ребенка одаренным. Давайте разберемся сейчас, что же такое одаренность, присуща ли она каждому человеку. Позвольте вас спросить, считаете ли вы своих одаренными? Своих, я считаю прямо такими посредственными, но так безумно их люблю крепко. Скромно ответила. Скромно ответила. Ну что ж, одаренность, о чем мы здесь можем говорить? Это, конечно, развитые способности. Способности бывают общие, то есть когда человек приспосабливается к окружающей действительности, и специальной способности. Допустим, вы можете заметить в раннем возрасте, что ребенок увлекается музыкой. То есть он повторяет легко, какие-то песенки запоминает, поет, например. Ему хочется демонстрировать различные звуки, имитирует. Может быть, он барабанную дробь имитирует. И начинает надоедать родителям, потому что он стучит по кастрюле. Или начинает пропевать какие-то песенки. И когда родители приходят с работы, хочется сказать, например, маме, да замолчи ты уже наконец, ну сколько можно шуметь. И ребеночек, конечно, сворачивает свои способности, он начинает прятаться. А какие еще могут быть моменты? Если вы заметили у ребеночка активную мимику, жестикуляцию, это не значит, что с ним не все в порядке. Может быть, в нем развиваются артистические способности. На это стоит обратить внимание. Да, ваш ребенок может быть талантливым и в этой сфере. И если у вас техническое образование, ну примите, примите его таким, какой он есть. Могут быть еще какие направления. Допустим, девочка занимается машинками. Это может быть, конечно, или старший брат повлиял, и старший брат в авторитете. Или, может быть, девочку действительно интересует взаимодействие. Как это так? Предмет начинает двигаться, что-то там внутри, может быть, стоит разобраться. Не надо грозить пальцами, говорить, что девочки в машинки не играют. Вот тебе кукла, иди и играй в нее. Я встречала также, что мальчики играют в куклы. Но здесь стоит обратить внимание на то, что он вкладывает в эту игру. Может быть, он отрабатывает свои какие-то проблемы, которые возникли в садике. И это очень даже хорошая терапия. Он сам занимается своей личной терапией. Да, бывает такое. То есть следует все-таки обратить внимание. Вот вчера недавно, вне вечера, позвонила одна дама и говорит, что делать. Мой ребенок, мальчик, ночью взял ножницы и обстриг себе волосы. Когда она утром проснулась, надо идти в садик. В чем? Что делать? Что делать с этой прической? И спрашивает его, почему ты это сделала? Я играл в парикмахера. Вот ему что-то там, какой-то он мультфильм посмотрел, ему захотелось быть парикмахером. Поэкспериментировать. Да, и ночью что-то не спалось ему, он впечатлился, решил себе подстричь волосы. Конечно, за ним стоит понаблюдать, не является ли это что-то там, может быть, какой-то тревогой. Но пока можно сказать, что вот он проявил себя таким образом. Да, любознательность проявляет. Хорошо. Еще можно продолжить. Допустим, ребеночек у вас неусидчивый. Он умненький, но неусидчивый. Ему надо куда-то бежать, что-то все время делать, кидать. То есть у него, возможно, развиты вот это кинестетические способности, и он может быть прекрасным спортсменом. И, конечно, такие дети, такие ребята очень неудобны в школе, потому что он неусидчивый. Один ребенок может завести весь класс, заставить их... Это уже лидерские качества. Не подчиняться учителю. Но здесь работает эффект заражения, подражания, отвлечения, рефлекс павлова. Что это? Другие дети не могут сосредоточиться уже на процессе, и то есть здесь не обязательно лидерские качества. Но лидерские качества – это тоже являются способностями. Это ведь надо уметь организовать, собрать ребят в поход. Встречала таких ребят, которые стали командирами подразделений, подразделений, которые сбегали от своих родителей, играли в фоносоеры. В свое время. Да, уплывали на лодках. Я встречала таких ребят, они стали военными, командирами. В будущем, да, военными хорошими, да. Поэтому не стоит предавать, горевать по этому поводу, что ваш ребенок какой-то особенный, что он выполняет какие-то задачи, ставит для себя. Что он не входит в те рамки, которые мы вроде бы... Ожидают их родители. Принимайте их такими, какие они есть. Вот Павлов уделял два типа людей – художников и мыслителей. Первые отличаются преобладанием нагляднообразного мышления, то есть преобладает первая сигнальная система, вторая, наоборот, имеют преобладание словесно-логического мышления над образным. И, как мы с вами знаем, это люди, у которых преобладает вторая сигнальная система. И в настоящее время очень часто мы с вами среди педагогов видим классификацию. Они говорят, вот этот математик, да, а вот этот у нас писатель. Все зависит, на самом деле, когда уже стали серьезнее изучать эту тему, все зависит от асимметрии полушарий коры головного мозга. Но современная жизнь, она требует от человека не вот какой-то конкретной такой узконаправленности, да, а говорит сейчас, говорят, все чаще говорят о том, что было бы неплохо, чтобы, например, у этих же технарей, у этих мыслителей было бы развиты, например, какие-то гуманитарные навыки, да. У гуманитариев неплохо бы развить и навыки, например, вот этого стратегического какого-то мышления. Как с этим быть? Я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас важно быстро адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей действительности. Поэтому, наверное, об этом идет речь. Дело в том, что не надо бежать впереди паровоза и заставлять ребенка сильно развиваться, скажем так, или развивать те способности, которые ему трудно даются. Да, допустим, или у него нету к этому таланта, или вообще желания, нет мотивации. Потому что мозг еще, допустим, анатомически, ну, не созрел для развития каких-то способностей. Не надо его насильно заставлять развиваться. Допустим, в три года не надо заставлять читать ребенка, в четыре года не надо заставлять ребенка изучать иностранные языки и читать. То есть всему свое время. Ну, ведь каждый родитель сейчас, родив малыша, считает, что он одарен, и надо всячески попробовать его развить всесторонне, для того, чтобы понять, где же вот эта уникальность, вот этот талант, чтобы не пропустить сенситивное время и вложиться в ребенка, монетизировать потом в будущем, может быть, даже инвестиции. Инвестиции, да. Знания. Опять же, не нужно делать это насильно. Лучше обратиться к специалистам и, допустим, анатомо-физиологические особенности, функциональное состояние организма человека, потому что будут перекосы все равно. Допустим, посмотрите программу Малахова, когда приходят одаренные дети. Ну, невозможно, чтобы ребенок там 4-5 лет решал математические задачи, и у него не было проблем, допустим, в адаптации социальной жизни. То есть не обязательно они могут завязывать себе шнурки, допустим, убирать за собой, когда поработал, рабочее место прибрать. То есть социальные навыки у таких одаренных детей не обязательно сформированы. То есть важно заниматься чем? Адаптацией человека к социуму, чтобы он был социально приемлемым. Вот. Смотрите, гениальные люди, одаренные люди, они имеют такую особенность, что не всегда вписываются в общепринятые нормы поведения. Поэтому им важно развивать что? Социальную хитрость. Иногда где-то замаскироваться, что он не умнее, чем другие остальные и так далее. С чем могут сталкиваться такие дети в классе? Ну, такой ребенок уже знает. Свои особенности. Свои особенности. Он знает уже, например, что может дальше сказать учитель. Он, например, может уже самостоятельно привести в пример. Ну, как? Допустим, какой пример давайте разберем? Ну, допустим, учитель задает, ведет урок и спрашивает. Ребята, есть ли такие слова, в которых встречаются две безударные, гласные? Одаренный ребенок сразу скажет. Да, есть, например, деревянный. Ну, тогда приведи пример. Проверочные слова какие? Дерево и деревце. Другие среднестатистические дети будут думать. Да, надо же как-то, ведь это откуда-то взять этот пример. Сначала из словарного запаса, да? Да, добыть его. А этот ребенок уже быстро отвечает. Почему такое с ним происходило? Потому что с ним занимались родители. Допустим, у него были задатки, она там, их диалогические, да, были задатки. И родители с самого раннего детства с ним занимались. Ведь не обязательно ребенка натаскивать. Смотрите, можно ему читать с самого раннего детства стихи, показывать книжки. Сейчас хорошо, что продаются такие книжки, например, с большими глазами. Показывать ребенку еще до года, что это глазки, что это ротик, что это носик. Общаться, интонировать ребенку, рассказывать. То есть он даже сейчас слушает и уже понимает, что вот на этот слог падает ударение, на этот звук. И смотрите, в стихах заложен ритм. А вот не факт. Может быть, он еще и вырастет с музыкальным слухом. В стихах заложен ритм. Он уже будет понимать какую-то закономерность. Там уже есть своя система. Особенности. Особенность. Вот так. Хорошо. И вот получается, что такой ребенок, вот он первый отвечает на уроки учителю. Учителю это в радость, родителям это в радость. А одноклассники... Учителю не всегда может быть в радость. Он может задать неудобный вопрос. Да. Я вот, например, помню, когда мне на консультации мальчик трех лет сказал. Вы знаете, какая по счету в системе Менделеева стоит элемент алюминий? Ему всего было три годика. Да. И я, конечно, не знала. Вот такая он не образованная оказалась. Не готовая была к этому ответу. Да. А мальчик действительно одаренный. И принять это с уважением. И относиться к ребенку с уважением. Это не маленький взрослый. Иногда родители путают, что ребенок это маленький взрослый. Это не так. Но относиться к ребенку надо с уважением. Хорошо. И так неудобно... Такие дети бывают неудобны в классе. Привожу пример. Допустим, мне рассказывала моя клиентка, которая... Детство, которое прошло на сороковые годы. Что она хорошо училась в школе. Она хорошо отвечала. До школы нужно было идти шесть километров. И ребята стали ей завидовать. Потому что они не понимали укрока. И начали ей показывать кулаки. Что если ты ответишь, мы тебя сейчас победим. Это были, видите, сороковые годы. Было давно. И она, выучив урок, говорила, что она не знает. Ей было очень обидно. И она до сих пор об этом сожалеет. Что она так говорила, не могла выстоять, преодолеть вот это препятствие. Действительно. Почему таких ребят не принимают? Приведу пример из русской народной сказки. Курочка-ряба. Передается из поколения в поколение. В чем смысл этой сказки? Он хорошо отражает сейчас нашу с вами тему. Допустим, бабушка с дедушкой разбили золотое яйцо. Золотое яйцо... Оно не разбивается. Ну, это логика, да. Конечно, это наша сейчас реальность. А почему они стали его бить? Потому что они не знали, что с ним делать. Где золотое яйцо появилось? В бедной семье. Золото – это символ богатства. Символ какой-то ценности. Поэтому разбитое яйцо – здесь символ того, что люди, которые не готовы принять ценность, они ее уничтожают. Поэтому если человек, допустим, одаренный, он ярко проявляет себя в классе, получается, что он ставит себя выше всех остальных. И он входит в диссонанс с группой. Поэтому его могут не принимать. Потому что он умней, он красивей, он успешней. И здесь важно одаренному человеку не сломаться. Он-то понимает с ранних лет, что он какой-то не такой. Важно одаренному ребенку быть в своей среде. И поэтому, чтобы здесь хотелось еще такой важный момент сказать. Одаренному ребенку неполезно находиться в среде с инклюзией. Сейчас такая тема очень болезненная – инклюзия. Потому что он не будет развиваться. Одаренный ребенок, да, он будет выше всех в классе. Он будет схватывать быстро материал. Но он не разовьет свои способности так, как мог бы он их развить. То есть вы сейчас говорите о том, что если родители видят какие-то таланты в ребенке, то их надо всячески поддерживать. И тогда его помещать в какое-то совсем другое? Я говорю о влиянии среды. Здесь, конечно, не только задача родителя выявить у своего ребенка таланты и способности, но также и у педагогов детского сада, у педагогов школы. Ведь в школе есть специальные линейки, специальные программы. Преподаватель, учитель в школе делает, на каждого составляет программу развития. То есть одному, да, пожалуйста, кто-то очень хорошо разбирается, схватывает очень быстро иностранные языки. Для них отдельная программа. Для других математические способности, пожалуйста, развиваются в этом направлении. Есть специализированные классы. Но дело-то в том, что особенность мозга такова, что он развивается на протяжении долгих лет. Допустим, мы уже можем говорить о способностях к годам 17-18. А у нас специализация-то идет уже чуть ли не с первого класса. Так ведь, да? Поэтому здесь такой вопрос очень непростой. То есть, получается, иногда мы спешим, очень сильно спешим, да? Да, мы вынуждены спешить в рамках условий, которые нам заданы. И почему я еще раз вернусь к среде, в которой воспитываются дети и развиваются? Ведь этот закон уже доказан Куртом Левиным. Где-то в 40-е годы американец доказал влияние среды на развитие личности. Это очень важно. Правильно ли я понимаю, что чаще всего способности и одаренности мы можем заметить в дошкольном периоде? И именно в этот период было бы неплохо родителям всячески поспособствовать, если мы видим эти включения. И поддержать, быть готовым к ответу. Например, смотрите, возраст почемучки. Обращали ли вы внимание на странные стихи Корнея Ивановича Чуковского? Да. А почему крокотил солнце проглотил? А почему бабочка помахала крылышками и море потухло? А почему лисички взяли спички к морю синему? Пошли и море синее зажгли. А разве можно море тушить пирогами, солеными грибами? То есть это не случайно. Автор задал такую тему. Дело в том, что здесь идет на каком-то диссонансе, на противоречии, на том, чтобы ребенок начал задавать вопросы. То есть это для того, чтобы ребенок начал задавать вопросы. У него активизируется мыслительная деятельность. И он начинает спрашивать, а почему? А почему? Будьте готовы, пожалуйста, к ответам, уважаемые взрослые. И не смейтесь над теми задачами и вопросами, которые ставит перед собой ребенок. Я бы сказала, именно эти стихи, они развивают еще и креативность, и ширину мышления этого растущего организма. Хорошо. Итак, а бывает ли такое, и есть ли в вашей практике, Лена, что, например, ребенок растет абсолютной посредственностью? В хорошем смысле слова. Я вот слово «посредственность», да? То есть он понимает свои слабые и сильные стороны, но вырастая, он начинает открывать в себе какие-то особенности, какие-то таланты. Он прямо целенаправленно их начинает развивать. Есть такое выражение «серая лошадка себя еще покажет». Да, самое главное, что здесь – мотивация. И поверьте, одаренным детям не всегда хватает конкуренции. Но если, допустим, у ребенка, который уступает в развитии одаренному, сильная мотивация, развитая конкурентная способности, он, конечно, будет превосходить того, кто одарен. Ну, допустим, какой пример? Неужели, вот не задавали себе вопросом, во всем Советском Союзе у нас была одна великая певица, Алла Борисовна Пугачева? Что у нас других не было во всем Советском Союзе и в ранней России певцов? Я думаю, что были. Да. Почему? Вот у нас одна великая певица. Здесь, конечно, развиты конкурентные способности, социальная хитрость и так далее, без комментариев. Понимаете? Поэтому молодому дарованию важно уметь пробиться. Если он сдается, он никем не станет со своими способностями. Но ведь мы сейчас говорим с вами о возможности, вообще о развитом эмоциональном интеллекте. То есть вот все эти качества, да, это как раз эмоциональный интеллект. Уметь приспособиться, уметь себя каким-либо образом более выгодно подать, уметь выстроить коммуникации, уметь... Да вообще очень-очень многие вещи, да. Например, ты можешь быть смипядей во лбу, складывать огромное количество этих задач, решать, но при всем при этом не уметь элементарной вещи, как взять и пообщаться с другими людьми, подобными себе. Да, то есть мало говорить об одаренности, надо уметь ее продвинуть. То есть современным языком уметь ее продвинуть. Да, быть конкурентоспособным и социально приемлемым. А что мы с вами часто наблюдаем в жизни? Вот видим, например, что ребенок хорошо поет, да, или там, например, у него какие-то математические уникальные способности. И родители начинают, видимо, в этом направлении развивать ребенка. И в итоге получается такая личность однобокая. Ну, может быть, сейчас не так красиво звучит, да, но тем не менее. То есть вот дети, они так и говорят, вот я хорошо разбираюсь в математике, но я никогда не любил слушать музыку, и у меня не получается общаться с одноклассниками. Меня вообще весь мир этот не любит. Да, то есть вот я встречаю таких ребят, которые, ну, зато, вот если хотите, я вам сейчас там и уравнение решу, и там по физике любые задачки, любой сложности. Я ведь олимпиадник, да, но когда ты спрашиваешь такого ребенка, а ты счастлив, да, он говорит, нет, нет. Я даже стараюсь никому особо сильно не говорить о том, что у меня вот есть вот это способность, потому что я не умею петь, я не умею танцевать, я не умею играть с ребятами, я не умею, не умею, не умею, не умею, и еще раз не умею. Ну, вот я сейчас вас услышала, что ребенок не умеет играть. Действительно, современные дети, на удивление, не умеют играть. И это в чем, почему они не умеют играть? Потому что родители не занимаются ими, а пред, допустим, предпочитают воспитание телеящику, компьютеру. Так я сказала уже, телеящик. Ну, так и получается, что у нас электронная няня, поэтому взаимодействия не получается. А ведь задача детского сада, задача дошкольного периода научить детей взаимодействовать друг с другом. Поэтому вот здесь был момент упущен. То есть, смотрите, я правильно понимаю, у нас есть определенные сенситивные периоды развития мозга. И в этот самый период, если, например, сейчас нужно развивать ребенка в плане эмоциональном, то мы сейчас математику-то особо сильно ему не будем давать. Мы не будем эту ментальную арифметику ему преподавать, мы не будем решать какие-то ребусы и задачи. Мы сейчас сделаем наклон на то, что ему по возрасту. Но мне сейчас родители скажут, да нет, мы же видим, что у нас будущий математик, будущий Нобелевский лауреат. Смотрите, вы уже рассуждаете ближе к профессиональной теме, уже не к родительской. Если родители интересуют профессиональные темы, они могут поступить в магистратуру, которой у нас уже первый год у нас был набор. Сейчас у нас будет набор в июне месяце. Это Вятский гуманитарный университет, магистратура, педагогика одаренности. Пожалуйста, поступайте. Возглавляет ее профессор, доктор педагогических наук Александрова Наталья Сергеевна. То есть на профессиональном уровне родители могут узнать больше. Принимаются люди с бакалавриатом и с высшим образованием, пожалуйста. Хорошо, но не каждый родитель сейчас скажет, что я готов еще дополнительно обучаться. Я просто родитель, и я хочу понимать, если у меня ребенок, например, уникален и одарен, и мне со всех сторон об этом говорят, то как мне сейчас с ним быть, как мне не упустить те важные моменты, которые должны быть в жизни каждого ребенка? Надо с ним общаться. Иногда бывает достаточно 15 минут для того, чтобы переговорить с ребеночками. Ему будет бывать достаточно, чтобы выслушал его, посочувствовал, поддержал. То есть самое главное – это общение и поддержка своего ребенка. Поддержка. Не бросайте вы его на амбразуры, не муштруйте его. Не нужно этого делать, потому что теряются именно эти социальные навыки. Он потом становится таким роботом, чувства становятся выученными. И вам, как гештальтисту, это понятно. Выучено, что ты чувствуешь? И ребенок отвечает. Я думаю, что я чувствую. Так ты чувствуешь или ты думаешь, что ты чувствуешь? И нам приходится здесь разводить эти понятия и работать с когнитивной сферой. На профессиональном языке, говоря. Лена, смотрите. Когда вырастает такой одаренный ребенок, и его всячески поддерживали. Родители грамотно нашли педагогов, которые развивали в нем эту способность. Он закончил хорошую школу, где тоже всячески видели и поддерживали это. Он поступил в институт. Он стал хорошим специалистом. Но при всем при этом часто у таких людей есть запрос. Я не счастлив. И этот талант или эта способность не сделала меня счастливее, потому что всю свою жизнь я подчинялся требованиям. Мы говорили с вами о социальной хитрости. Мы уже об этом говорили, просто не развили эту тему. Далее. Дальше мы говорили о коммуникативных навыках. И обязательно родителю важно спрашивать ребенка, а ты хочешь? А что бы ты мог достичь? Вот смотрите, Татьяна Навка. Татьяна в 5 лет и в 6 лет самостоятельно ходила на тренировки. Почему? Потому что у нее была конкурентная среда. У нее была младшая сестра, и Татьяна Навка, она же великая фигуристка. Пожалуйста. Это ее личная потребность, ее личное желание. И потом это ее стало уже выбором, да? Стало выбором. А не то, что родители, видя, что у нее есть какие-то способности, из раза в раз ее туда... Смотрите, они могли бы быть ей не разрешить поступать так. Родители ведь тоже ее поддерживали. Ведь именно такой должен быть волевой спортсмен. Без воли куда? Обязательно развитие воли, когнитивных навыков и коммуникативных навыков для успешности. То есть мы сейчас уже говорим об одаренности и об успехе в обществе. То есть мало быть одаренным, наделенным талантом. Важно обладать, опять же, повторяю, социальной хитростью. Вот. И лидерскими, может быть, какими-то качествами. Ведь не обязательно быть открытым лидером. Правильно? Конечно. Некоторые добиваются очень много. Не обязательно быть командиром. Можно быть и просто ректором. Это шутка. Ну что, тяга ребенка к умственной нагрузке, творческие устремления, умственная изобретательность – это предзнаки повышенных способностей. Но что произойдет с этими способностями в ходе дальнейших возрастных изменений? И мы чаще всего видим, что ребенок в детстве, например, если у него он был с опережающими темпами развития, если правильно и грамотно поддерживали родители и педагоги, то он может добиться больших результатов. Но при всем при этом не стоит забывать, что жизнь, она ведь имеет такой широкий очень спектр. И мы все чаще и чаще с вами тоже наблюдаем, что у детей, у которых было раннее умственное развитие, и казалось, что они вот сейчас уже показывают какие-то прямо потрясающие результаты, в итоге с возрастом все очень выровнялось, и они стали такими очень посредственными личностями. Да и все просто. Конечно, это динамический процесс и требует постоянного внимания к себе и развития. Благодаря способности, одаренности. Почему дети стали посредственными? Потому что они адаптировались в среде, в которой они находятся. Вот и все. То есть они стали такими же, как среда. Я об этом же опять же возвращаюсь к началу нашего разговора, что среда влияет на развитие личности. Ну, хорошо. Вот сейчас у нас в стране есть такая программа. Выбирают талантливых детей и, например, помещают их в специализированные школы. Да? Ну, например, даже вот Сколково. Да? Мы можем с вами наблюдать. Ребята, у которых есть какие-то там способности, таланты, они поступают туда и там обучаются в этих школах. Правильно понимаю? Я сказала, что среда влияет на человека. Если ребенок, одаренный, будет расти в среде инклюзии, он не будет развиваться. Хорошо. Я вас услышала. Может, о литературе поговорим? Давайте. У нас осталось немного времени, и мы сейчас можем порекомендовать, что же следует почитать родителям, у которых действительно есть талантливые, одаренные дети. Если вы хотите профессиональную литературу, предназначенную для педагогов, психологов, то можно порекомендую вам литературу Савенкова. То есть наш отечественный психолог, наш отечественный профессор. Дальше. Радзивиллова, Казакова. Это наши авторы, да? Это наши люди. Которые изучают в нашей среде вот эту самую тему, тему одаренностей и талантов среди детей. Да. Если вас интересует популярная литература, можно почитать американского автора Джилла Коэла «Кот таланта». Он считает, что гениями не рождаются, а гениями становятся. Вот, посмотрите, он даже писал там о наших известных спортсменах, о нашем тренере писал, о Ларисе Дмитриевне Преображенской, которая тренировала наших теннисистов и был удивлен, что ее техника заключалась в том, что три года ребенка не допускали к соревнованиям. То есть три года была постановка техники. Перевод сделан хороший, примеры доступны в понимании, поэтому рекомендую эту книгу. Хорошо, спасибо вам большое. Сегодня мы говорили об особенностях воспитания одаренных детей. И эту тему мне помогала раскрывать психолог Елена Емельянова, преподаватель ВИАТГО, кандидат педагогических наук. Елена, спасибо большое. Было очень интересно и увлекательно. Желаю удачи.